Неожиданная распродажа рисковых активов, начавшаяся в четверг, сегодня продолжается. Уолл-стрит к завершению торговой недели подходит в подавленном настроении, и фьючерсы указывают на минорное открытие торгового дня. Про факторы, влияющие на настроение фондового рынка, уже готовы рассказать аналитики Инстафорекс. Это свежий обзор рынка США. Здравствуйте! Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением. Стерев ранее достигнуты результаты на фоне роста доходности казначейских облигаций. Бычьи настроения улетучились после того, как аукцион по 30-летним облигациям затмил высокие доходы корпоративных гигантов, таких как Дисней и Пепсико. К звонку о закрытии бирж промышленный Dow Jones потерял 0,7% или 249 пунктов. Технологичный NASDAQ в четверг просел на 1,02%, а эталонный S&P 500 биржевой день завершил у значения в 4080 пунктов, потеряв 0,8%. Предрыночные торги пятницы главные индексы США провели в красной зоне. Фьючерсы на индексы снижались темпом от 0,4% до 0,9%, сигнализируя о дальнейшей распродаже риска. Что касается прогнозного диапазона движения котировки S&P 500, то он очерчен в границах значения между отметками в 4 010 и 4 110 пунктов. Три основных индекса Уолл-стрита открылись ростом в четверг после того, как данные показали, что первичные заявки на пособие по безработице выросли на 13 тысяч до 196 тысяч, что выше прогноза в 190 тысяч заявок. Данные предварительно ослабили опасения по поводу пути повышения процентной ставки ФРС. Фондовый рынок начал сессию четверга с отчетливым бычьим уклоном, но затем доходность казначейских облигаций увеличилась, и это несколько сбило позитивный настрой инвесторов. Доходность 10-30-летних облигаций достигла самого высокого уровня более чем за месяц. Сильный рост произошел на фоне неудачного аукциона по продаже 30-летних облигаций, когда Министерство финансов обнаружило слабый спрос на продажу на сумму в 21 млрд долларов. Не спасли от падения фондовый индекс и хорошие корпоративные отчеты. Компания Disney превзошла оценки доходов и объявила о сокращении рабочих мест. Тем не менее, акции компании упали на 1,27%. Бумаги Salesforce выросли на 2,38% на сообщениях о том, что хедж-фонд Third Point владеет долей в компании. Акции PepsiCo выросли на 0,95%, так как производитель закусок и напитков сообщил о более высоких, чем ожидалось в результатах. Акции Cardio Basic System выросли на 48,38% после того, как Abbott Laboratories заявила, что купит производителя медицинского оборудования за 837 млн 600 тысяч долларов. Согласно данным Refinity, в более половины компаний S&P 500 уже отчитались о квартальной прибыли, и 69% из них превзошли оценки. Несмотря на хорошие отчеты о прибылях и убытках, все 11 секторов S&P 500 закрылись потерями. Высокотехнологичный NASDAQ готовится к первой отрицательной неделе 2023 года, несмотря на продолжающееся сокращение рабочих мест в секторе. Yahoo присоединилась к коллегам и заявила, что планирует уволить более 20% всей своей рабочей силы. Настроения четверга оказались заразительными и продолжили давить на аппетит к риску в пятницу, хотя индекс страха ВИКС по-прежнему близок к долгосрочным средним значениям. Он впервые в этом месяце снова поднялся выше 20 пунктов. Что касается корпоративных новостей сегодня, то акции Lyft упали на 2,32%, после того, как она снизила цены на услуги. И это вызвало опасения, что компания отстает от более крупного своего конкурента Uber. Акции Uber упали на 3,7%. Компания роста, чувствительные к процентным ставкам, показали снижение на предрыночных торгах в пятницу. Apple, Amazon, Microsoft, Tesla и Alphabet теряли с шагом от 2,0% до 2,8%. Кроме сохраняющегося давления со стороны роста стоимости облигаций, на настроение рынка сегодня может повлиять и отчет о настроении потребителей от Мичиганского университета в США за февраль. Показатель будет оцениваться трейдерами уже после звонка об открытии бирж. На валютном рынке индекс доллара смог восстановиться в четверг, сохранив этот же потенциал и на торговую пятницу. USDX до звонка об открытии бирж вырос на 0,3% до 103,5 пунктов. Что касается прогнозного диапазона движения котировки, то он отчерчен в границах 102,9 и 103,8 пункта. Доллар США в пятницу стабилизировался выше значения в 103 пункта, отскочив от высоты 102,6 пункта, достигнутой на предыдущей сессии. Инвесторы сохраняют осторожность в преддверии данных по инфляции в США, которая состоится на следующей неделе, и продолжают оценивать разные взгляды спикеров Федрезерва на будущее денежно-кредитной политики. В частности, президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил, что жесткая денежно-кредитная политика недвусмысленно замедляет экономику США, позволяя Федеральной резервной системе действовать более обдуманно при любом дальнейшем повышении процентной ставки. Политик уверен, что наша нога однозначно на тормозе, просто имеет смысл управлять более обдуманно. Конец цитаты. Так сказал мистер Баркин. Он отметил, что хотя инфляция, вероятно, прошла свой пик, основной вопрос на год заключается в том, находится ли она в настоящее время в устойчивом снижении. Уже сегодня эстафету мнений подходит Кристофер Уоллер и президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер. Кроме доллара США, довольно неплохо внутри дня на валютном рынке чувствовал себя канадский доллар. Несмотря на рост стоимости американского доллара, луни укреплялся благодаря стремительному росту нефтяных котировок. Пара USDCAD снизилась на 0,1% до значения 1,3437. Что касается прогнозного диапазона, то он для котировки отчерчен в границах 1,3440. Благодаря стремительному росту стоимости черного золота луни внутри дня смог отыграть часть предыдущих потерь. Цены на нефть скачали более чем на 2% в пятницу, поскольку Россия объявила о планах сократить добычу нефти в следующем месяце. Речь о сокращении на 500 тысяч баррелей в сутки или около 5% добычи в марте. Об этом заявил в пятницу вице-премьер Александр Новак. Рынок новость восприняла сильным ростом котировок. Правда, ближе к открытию бирж в Соединенных Штатах часть роста была нивелирована. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,8%, до 85 долларов за баррель, а WTI прибавила 0,86%. Оба контракта могут закончить неделю выше на 7%. Что касается экономических новостей внутри страны, то сегодня инвесторы оценивают состояние канадского рынка труда. И свежие данные показывают, что он остается довольно напряженным. Безработица в Канаде осталась на уровне 5% в январе, что чуть выше рекордно низкого уровня в 4,9% в июне и в июле 2022 года. Но ниже рыночных прогнозов в 5,1%. Канадская экономика создала 150 тысяч рабочих мест в январе. Это самый высокий показатель с февраля прошлого года и намного выше ожиданий рынка в 15 тысяч. Прирост был достигнут в основном за счет людей в возрасте от 25 до 54 лет. Количество занятых выросло как в частном, так и в государственном секторах. А на криптовалютном рынке настроения инвесторов, похоже, немного стабилизировались. Биткоин упал до уровня в 21 800 долларов в пятницу, но смог немного восстановиться позже. Внутри дня актив терял порядка 0,2% и торговался вблизи высоты в 21 810 долларов. Настроения ключевых альткоинов были разнонаправленными. Эфир, Солана, Риппл и Лайткоин внутри дня колебались от минус 0,2% до плюс 1,3%. Кроме глобального падения рисковых активов, чувствительных к повышению процентных ставок, на криптовалютный рынок оказала влияние и история с возможным запретом стейкинга криптовалюты в США. Напомним, вчера мы сообщали, что биржа Kraken находится под следствием комиссии по ценным бумагам и биржам США. Криптобиржа заплатит 30 млн долларов штрафа и приостановит услугу стейкинга. И вчера вечером генеральный директор Coinbase Брайн Армстронг заявил, что ограничение стейкинга будет плохим путем для США. В результате этих событий между биржей Kraken и комиссией биткоин упал ниже 22 000 долларов, а эфир потерял ключевой уровень поддержки в 1600 долларов. Возвращаясь к торговому прогнозу, отметим, если биткоин упадет ниже 21 800 долларов, мы ожидаем, что его следующий уровень поддержки будет около 21 400 долларов. Что же касается прогнозового диапазона движения цены, то он очерчен в границах значений 21 400 и 22 400 долларов. Таким в завершение недели на Уолл-стрит видят аналитики группы компании Инстафорекс. А наша команда желает вам провести биржевой день удачно и найти идеальные сделки. Торгуйте в профит с Инстафорекс. Всем хороших выходных и до новых встреч на канале. Увидимся в понедельник.